Книга открытым оком, тема Святая Библия, 23 том, вопрос 3512. Если человек сам по себе читает Библию, то без подсказки со стороны, без толкователей разных, насколько непонятнее ему тексту разуметь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Даже очень намного, потому что не каждому дан дух разумения. Только отдельным людям дан такой величайший дар. Книга Исход, 31 глава, 3 стих. И я исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Без особой милости Божией можно только искажать Священное Писание, ввести других в заблуждение, что абсолютно во всех сектах буквально свирепствует. Книга Иова, 32, 8. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Подобное было и при апостолах. Мы это читаем, 2 Петра, 3 глава, 16 стих. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают. Как и прочие писания. Бог избрал апостолов, которые написали нам Новый Завет. И этот же Бог дал мне учителей своих и засвидетельствовал самую истину, что такие толкователи и учителя, как и Иоанн Затауст, угодны Богу. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Эфесский церкви Павел снова напомнил, что не сам по себе человек должен брать и толковать Библию. Ефесянам, 4, 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастрами и учителями. А ертиков не Бог и Его выставят, а князь преисподних мест, дьявол. Они, 1 Тимофей, 1, 7. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Очень много нужно старания и смирения, чтобы не посягнуть на то, что уже было открыто святым мужам веры, на их толкование. Колоссянам, 1, 9. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вот даю для наглядного сравнения цифры, которых вам никто не вызов сходу. Есть пояснительные слова, то есть, которые проявляют неясности. Бытие, 35, 6. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть, в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. Матфея, 27, 46. А около 9-го часа воззапил Иисус громким голосом. Или, Или, лама савакфани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Эти два слова, то есть, в самой Библии встречаются, разъясняя сказанное ей уже 45 раз. Из этих 45 раз, то есть, встречается в Ветхом Завете всего лишь 18 раз, а в Новом Завете 27 раз. Учитывая, что Ветхий Завет по объему в 3 раза больше Нового Завета, получается, что в Новом Завете эти два пояснительных слова, то есть, встречаются почти в 5 раз чаще, чем в Ветхом Завете. Почему? Мне пришлось издать Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта в трех томах, куда добавил и комментарии. Так вот, в первом томе эти два пояснительных слова, то есть, встречаются 922 раза. Во втором томе 1304 раза. И в третьем 778. Итога, то есть, в трех книгах, без учета 27, то есть, в Новом Завете, встречается 3004 раза. Получается, что столкование с комментариями на уже имеющиеся пояснительные 27, то есть, в Новом Завете, расширилось в 111 026 раза. А сколько мест толкования без этих слов выдал архиепископ Феофилакт? Нееме 8.8. И читали из книг, и из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Стихотворение. По носителям правда отнюдь не нужна. Больше пыли бы было и грязи доступной. И истошно вопят лезут против рожна. Будут долго толочь себя в собственной ступе. Авраамы потомки страдали не раз. Из языкастых соседей запомнят надолго. На смолвою облыжные спешат обокрасть. И в живое вгрызаются лютые волки. Что ж, конечно, и то переможет святой. Он себя успокоит надеждой немалой. Бог все видит, учтет. Ты ж воинствуя, стой. Чтоб молвою худою твой дух не сломали. Много тайного есть в уничижении нашем. В унижении нашем. Как же Бог допустил? И куда же он смотрит? Срок настанет. И он послабление окажет. Постучится кровавый заменится коврик. Бог свидетель, хотя мы его и не знали. Знаем точно рецепты по выделке шкуры. Рабский дух и беспечность исчезнут по капле. Хотя с первых минут реагируем бурно. Унижающий гордость свою добровольно. Будет Богом возвышен на страшном суде. За грехи рассчитаться бы вовремя болью. В белоснежность смирения душу одеть. Поноситель нас часто врачует незримо. Та судьба незавидна, достойна печали. Не тебя, а себя он к несчастью не зринул. И к концу злоязычников смертно причалил. Помолись за него, не жалея поклонов. Он ко благу тебе себе рану нанес. Не трави его раны обидой соленой. Вытри слезы со щек и заплаканный нос. Никогда никого поносить не посмей. Нам за каждое слово ответ предлежит. То не сами людишки науськал их змей. То не сами людишки науськал их змей. К правде праведной грязь не пристанет алджи. 2007 год. Игнатий Тихнуч Лапкин.